Взять в руки ружьё и уйти в ополченцы. Правильное ли это решение для человека, которому не безразлична судьба своего народа? Нет выше любви, чем отдать жизнь за своего друга. После нескольких дней борьбы остановилось сердце человека. Медики сделали всё от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вывести тело погибшего товарища с передовой. Такими словами, в сентябре прошлого года начиналась новость о смерти Алексея Троцая, более известного в народе по позывному «Лев». Как правило, людям проще смириться со смертью того, чьё имя для них – это всего лишь набор безликих букв. Подумаешь, сколько человек ежедневно умирает где-то рядом. Особенно, когда живёшь в мире, где война становится чуть ли не нормой, а каждый новый день уносит жизни десятков военнослужащих и мирных жителей. Всё меняется, когда, услышав имя и фамилию, сознание начинает рисовать лицо конкретного человека. Когда понимаешь, что он сделал, ради чего погиб. Особенно, когда ещё только пару месяцев назад ты сам жал ему руку и смотрел в глаза. Одним из таких людей, который изменил сознание многих, стал Алексей Троцай. Поэтому о нём сегодня и расскажем. Приветствую, на связи Нью Солдат. И мы начинаем. Алексей Троцай был пропитан идеей, отнюдь не романтикой, а уверенностью в том, как он должен жить. И перемены в Киеве в 2013-2014 годах его категорически не устроили, несмотря на то, что в жизни у него на тот момент было всё, чего он желал – своё далеко не маленькое хозяйство, семья и возможность развития. Будучи хорошим аналитиком, Лев прекрасно понимал, что к несогласным с событиями, происходящими на Майдане, рано или поздно придут с войной. В 2013 году многое зависело от Януковича, от того, какую сторону он примет. По сути, он мог обойтись малой кровью, разогнав толпу на Майдане. Но Виктор Фёдорович выбрал другой путь – бежал из Украины. Тогда Алексей и принял важное для себя решение. В своём посёлке он возглавил первые отряды самообороны, которые не насчитывали ещё и ста человек. Друзья, как вы считаете, разумным ли был такой шаг с его стороны и не стал ли он отчасти провокационным для развития дальнейших событий? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу. А мы продолжим. Алексей Трацай оказал максимальную помощь для проведения референдума о независимости Донбасса в своём населённом пункте и соседних посёлках. Когда у поселковых глав возникали вопросы, они шли сразу к нему за советом, просили помощи в проблемные моменты. С течением войны Лев вырос из человека с мирной профессией и руководителя одного отряда самообороны до командира боеспособного разведывательного подразделения. «С Алексеем я познакомился, когда он уже стал командиром рота разведки в 2014 году», вспоминает ветеран батальона «Восток» Александр Семёнов. «Мы познакомились, со временем начали общаться всё больше и больше, и в процессе взаимодействия хорошо узнали друг друга. В мирной жизни у него была вообще гражданская профессия. Он был успешным фермером, имел большое хозяйство и людей, которыми руководил. Я полагаю, что вот эти организаторские способности и пригодились ему в военной сфере. К тому же Алексей был десантником, и если ничего не путаю, то уволился он с сержантом. То есть на службе он тоже сталкивался с организаторскими моментами. И когда у нас началась война, он смог в себе ещё больше развить навыки организатора и воинские задатки». Александр Семёнов уверен, что в становлении Льва как командира свою роль сыграло его умение работать с людьми. Среди многих командиров, которые были в подразделении, Алексей Троцай максимально смог вырасти из ополченца в командира настоящего воинского подразделения. С каждым годом к защитникам ДНР росли требования, ведь по логике армия должна становиться более профессиональной, и в этом плане Лев, безусловно, рос. Семёнов подчеркивает, что он наблюдал за развитием Льва со стороны. И тот пользовался большим авторитетом, при том, что у него было одно из самых многочисленных подразделений в структуре батальона, а потом и внутренних войск. Именно личные качества помогли Алексею Троцаю стать командиром, которого не боялись, его уважали. С первого момента, по словам его же сослуживцев, он производил впечатление грамотного, честного и уверенного человека. Никто уже не узнает, легко ли ему это давалось или нет, но факт есть факт, бойцы к нему тянулись. Друзья, быть может, среди вас есть те, кто был знаком со Львом. Расскажите о своих впечатлениях об этом человеке в комментариях под видео, а мы идём дальше. Среднего роста, плотный, крепкий, как морской кнехт. Лев хотел домой и видел в бинокль свой дом каждый день. Через линию фронта. Он редко улыбался. Был практически постоянно серьёзен и сосредоточен. Не любил сниматься на камеру и не снимался, поэтому сейчас очень трудно найти кадры с его участием. Есть только воспоминания. Так бойцы роты рассказывают, что Лев умел лавировать в построении отношений. Где-то следовало применять принцип «командир-подчинённый», где-то общаться более на личном уровне, и у него отлично получалось совмещать это. По словам одного из бойцов с позывным «Гудвин», из начального ополчения пришёл достаточно разношёрстный контингент. Это и люди за 50, и молодые парни. Алексей Троцай сумел подобрать людей так, чтобы было удобно работать. Например, один из взводов был направлен на разведдеятельность, поэтому в нём были более молодые спортивные ребята, которые часто участвовали в различных соревнованиях. Другой взвод был взводом огневой поддержки, который должен был оказывать помощь при занятии новых позиций. Командир выстроил управление личным составом так, чтобы можно было выполнять не только боевые задачи и этим связывать коллектив, но и руководствоваться жизненными целями и принципами. Он в своём роде подстраивался под каждого, исходя из амбиций человека, качеств, целей. Не все тут закончили пансионы благородных девиц или высшие военные училища. Многое действительно зависело от личных качеств человека, но когда нужно было, лев проявлял жёсткость. Алексей Троцай часто проводил собрания, политические беседы, да и вообще обсуждал любые значимые для бойцов вопросы, начиная от того, что у ребёнка режутся зубки и заканчивая взаимоотношениями с женой. Иногда словно психолог пояснял ребятам, как нужно поступать, что делать в той или иной ситуации. Бойцы шли за ним как за настоящим командиром и человеком, которому они могли довериться по любому вопросу. Как отмечает Гудвин, люди разные бывают. Ты будешь ему добро делать, а он тебе в спину плевать. Но такие по итогу в подразделении отсеивались. Тем более в армии, на войне, нутро человека можно увидеть почти сразу. Он был человек чести сам и потому верил людям. Мне он заменил отца, тяжело его потерять, говорит Гудвин. Мы много с ним беседовали. Бывало приходил к нему, говорил, ты же понимаешь, ты взял к себе человека, а видно, что он не очень честен. На что он отвечал, что каждому нужно дать шанс. Хотя, как и все мы, он тоже мог ошибаться. Алексей Троцай всегда старался оказать посильную помощь окружающим, и это касалось не только его подразделения. В военные будни люди из соседних подразделений шли ко Льву советоваться, и он всегда бескорыстно оказывал помощь. Даже если были какие-то негативные моменты с кем-то в общении до этого, он никогда не отказывал. Он всегда давал людям второй шанс и не бросал в беде. За ним, начиная от его семьи и заканчивая рядовыми бойцами его подразделения, все были как за каменной стеной. Это я могу сказать по своему опыту, вспоминает Гудвин. В силу некоторых возможностей рота Алексея старалась помогать некоторым категориям мирного населения. Но Лев был человеком справедливым. Например, приходили люди за хлебом, а он смотрел, если это здоровый лоб, но который ленится или пропитой наружности, то такому ничего не выдавалось. Если же пенсионеры, женщина с детьми, бойцы кормили, давали по возможности продукты. Или же другой пример. В поселке Донецк-Северный были проблемы с коммуникациями после очередного обстрела со стороны ВСУ. Командир Востока попросил Льва разобраться в этой ситуации. И он, не бросая контроль по ситуации на передовой, связался с местным поселковым главой, выяснил, в чем заключалась проблема и все решил. При этом Алексей Троцай даже в военные будни старался хотя бы немного вернуться к прежней профессии и снова работать на земле. По словам бойцов, Лев верил в победу, справедливость, в то, что многие еще смогут вернуться домой, в те города, которые все еще остаются под контролем киевского режима. Это действительно было его самой главной мечтой – вернуться в свой дом и снова заниматься любимым. Мечта, как и у многих других военных. Алексей Троцай никогда не стремился к власти или определенной статусности. Даже, стоит сказать, не любил бывать на публике. Он выполнял свои обязанности четко и без лишних слов. Можно сказать, что в Ясиноватой, в которой базировалось его подразделение, среди жителей города его знали все и одновременно не знал никто. Лев воспитал свое подразделение, отдал своим бойцам все знания, жизненный опыт, предал Роте свои черты и погиб, спасая солдат. О тех событиях известно не так много, только сухие данные. Прошла информация, что на кольце двое – двухсотый и трехсотый. Их надо было срочно эвакуировать. Троцай уточнил информацию, взял разрешение у своих прямых начальников и выдвинулся во главе группы быстрого реагирования с базы. Они подъехали к месту, а противники дали очередь из «Утеса». Это 12,7-мм станковый пулемет. Одна из пуль влетела в машину и попала прямо в командира. Друзья, если вы хотите, чтобы один из будущих выпусков мы посвятили «Утесу», то оставляйте свои заявки по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Затем в реанимации три дня организм Льва боролся со смертью. 10 сентября в 16.08 он ушел из жизни. 12 сентября со Львом простились в Ясиноватой. На похороны пришли близкие и родные Алексея, сослуживцы, военкоры, которые бывали на позициях у Востока, и рядовые жители ДНР. Впереди шел боец с портретом Алексея Тарацая. Сразу за ним другой солдат нес огромный деревянный крест. Траурная процессия молчаливо и медленно подходила к храму, в руках у солдат покачивались знамена ДНР и батальона «Восток» с длинными черными лентами. После отпевания в храме все товарищи погибшего и желающие проводить его в последний путь перешли к Дворцу культуры железнодорожников. Почетный караул у входа выше над главами фотография Льва. Попрощаться с Алексеем пришло много военнослужащих. Те, что прежде служили в подразделении ДНР и продолжали стоять на рубежах. Житель Ясиноватый, кто-то знал его лично, кто-то просто слышал, что в городе есть такой командир. Ведь позиции, которые обороняли бойцы Льва, находились в Авдеевской промке, то есть как раз на границе Ясиноватой и других прилегающих к ней поселков. «Леша ведь хотел мира, значит, мир будет», — сказала одна из женщин в черном, обращаясь к вдове Троцая. «Это был самый лучший командир с большой буквы. Он всегда знал, что происходит на позициях, постоянно был рядом со своими бойцами, с каждым здоровался за руку. Командира не стало, мы лишились и рук, и ног», — вспоминали про Троцая и его сослуживцы. Знакомый со Львом Александр Ходоковский написал в своих социальных сетях «Хорошие слова когда-то спел Чаев. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Царствие небесного Алексею Воину». По скрипту. Осенью 2019 года в Донецке прошел турнир по тактической стрельбе в памяти погибшего командира разведки Востока Алексея Троцая, известного по позывному «Лев». Участие в соревнованиях приняли около 30 команд из числа подразделений внутренних войск ДНР и ЛНР, а также команды военно-патриотических клубов. Предполагается, что данный турнир станет ежегодным и позволит сохранить память о человеке, которому была небезразлична судьба своего народа. На этом все. Если вам есть чем дополнить наш сегодняшний выпуск, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. Всего доброго, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok